здравствуйте дорогие слушатели здравствуйте дорогие зрители здравствуй дорогой алексей во первых вы прошли в паску мы все выжили я выжила вот поэтому ну заранее прошу прощения естественно за то что мы не писание не записали сами понимаете паска это святое ну как ни крути но святее чем паска нет ничего в этом мире ну а дальше уже тоже знаете каждый занят после паски все все это накрутилось ладно мы говорится все это первое второе канал банят без конца банят ребят пожалуйста переходите в telegram переходите на дзен рутуб есть ссылки везде на каждом канале не не выживет этот канал на ю тубе мой но не выживет его в итоге все равно грохнут поэтому давайте перебираемся на более но вменяемые скажем так вот формы открывать второй канал на ю тубе я вообще не вижу никакого смысла потому что и его грохнут но толку знаешь как говорится продлевать огонь и вот пока этот живой да будут нам его открывать будем что-то заливать грохнут ну и как говорится это по эта помойка ладно не буду на ю тубе обзывать youtube потому что он сейчас обозлится опять меня заблочит ну сами видите что такое свобода слово ну вот куда от нее деваться а сейчас я хочу предоставить слово алексею аналитику особенно очень интересно большой очень много событий произошли которых мы не успели да еще но с ним обсудить это и визит китайских этих как они называются скажем министров обороны встреча шойгу и ну много много чего да поэтому алексей ты меня слышишь все шоу да слово передаю алексею рассказывай алексей что случилось мы без твоей аналитики мне аж прямо уже плохо спится честное слово мне серьезно полном серьезе эти говорю ну вот уже уже привычка у нас с тобой не аналитика у меня всяком случае не аналитика у меня посиделки это как бы иногда могу высказать более такие революционные мнения чем вот скажем беседе в каких-то серьезных вот иногда нам нужен полет мысли а потому что поднимаешься в ситуации видно лучше и ну ладно это так оправдание и так что было предыдущих сериях да сразу что все успокоились все идет по плану все нормально ничего страшного не происходит мы в принципе двора брага давим и это знают все и относительно начала вот этих всех событий то что сейчас происходит небо и земля то есть мы выполнили главную задачу главная задача у нас это развал этого коллектив запада который по большому счету являются этической на строй плане вот сейчас вот эту политическую надстройку мы ломаем кроме нас просто некому потому что силовая составляющая все равно является основной экономическая составляющая если у тебя нет силы не имеет значения никакого если у меня автомата у тебя много денег значит у меня и автомат и много денег на вот приблизительно так это все работает нравится не нравится но сейчас мы все видим что прав тот у кого есть больше сил и возможности именно вооруженных у нас эти возможности есть уникальная ситуация на за всю нашу историю когда мы имеем возможности больше чем коллективный запад по сути сейчас мы бьемся с нато и как бы там украинцы не кричали что они там бьются они бьются они потом все равно в конце и стримов где-то самом конце самом подвале начинает рассказывать о том что мы зависим от зависим от этого этого нет этого нет этого нет принципе у них доходит понимание что они являются только мясо который управляет даже даже не управляются то есть у кого силу того настоящий момент есть право нам повезло так что мы сейчас находимся в той позиции когда мы можем их разгромить ну реально разгромить даже если вдруг начнет совсем жесткое противостояние с этими с превентивными ударами превентивные удары они не перехватят а мы их какую-то часть перехватим будет всем плохо но им будет хуже а вот у них до них это понимание только начинает доходить и по их истерикам по всем видно что понимание того что они совершили фатальную ошибку до них вот сейчас дошло хотя это фатальная ошибка была ими совершена еще хрин знает когда наверное на заре капитализма когда начался вот этот безудержный рост умика это все что а когда экономика развивается за счет кредитов за счет безудержного кредитования вот эта ошибка тогда и была совершена эта ошибка по большому счету им позволило разгромить советский союз но по каким-то причинам не хватило им немножко разгромить советские разгромить уже остатки советского союза в результате за эти 30 лет мы встали и сейчас мы начинаем сейчас прилетает западу ответ но это так если совсем коротко главное что мы совершили мы смогли консолидировать всю планету против колониального запада и сейчас с каждым разом видно и по их позиции и по их риторике и потому как они начинают действовать и как они начинают уходить из-под влияния и под доминанты западные цивилизации видно что этот процесс набирает скорость он идет с огромной скоростью то есть самое главное мы подняли всю планету против колониального запада а вот здесь можно украинцам только посочувствовать они опять выбрали не ту сторону силы как следствие они сейчас находятся на проигравшей стороне и так как они в настоящий момент являются как бы цепным псом вот этого запада они сами об этом говорят что сейчас идет битва за запад поэтому почему они такие наглые на западе почему они все требуют потому что мы их в принципе правильно убедили что сейчас судьба запада находится на украинском фронте и если украина проигрывает то проигрывать все если на начальном этапе основная масса населения этого не понимала западное то сейчас до них тоже начинает доходить но правда она доходит у них не смысле противостояния с россия в смысле что мы попали в такую ситуацию из которой хорошего выхода нет и сейчас вот эти все социальные протесты что во франции что в чехии что в германии что там в британии но британии там чуть-чуть но это только на начало процесса и так самое главное мы сделали мы подняли весь мир на противостояние с западом 1 2 единственная страна которая имеет вооруженные силы которые способны перемолоть вот эти вот золотой миллиард это мы а понимание того что от этого зависит судьба планеты есть у всех позиция всех на планете и тех стран которые в африке в латинской америки в азии на ближнем востоке показывает что они это все понимают то есть мы свою позицию до всех донесли ни у кого никаких сомнений нет даже те которые сейчас находятся в нейтралитете этот нейтралитет для них уже героическая позиция той простой причине что раньше они себе это даже позволить не могли а сейчас они начинают обсуждать что они находятся как бы надо над схваткой они не за кого это уже для них а сумасшедшая позиция кстати американцы и сказали что все кто ушел нейтралитет это наши оппоненты то есть понятие расклада для всех сейчас сходится и тенденции для запада ну самое хреновое это как бы так при прямо теперь что у нас по россии есть пригожин написал там большую статью и мы украинцы особенно очень многие тот же чиплыга там привязались его там одной фразе о том что нам надо определиться и поставить точку вы слова все думают что . вы это теория чиплыги что мы когда мы сейчас через некоторое время скажем что ребята мы все своих целей достигли соответственно просто напоминаю всем кто может не смотрел это такая сейчас популярная на украине тема что россия сейчас как вы знаете мы все свои цели достигли нас устраивает вместо двух областей мы получили 4 правда частично а вот но у нас есть полностью внутреннее море азовская у нас У нас есть сухопутный коридор в Крым, у нас есть вода в Крыму, мы все свои цели достигли, нациков там покрошили несколько сотен тысяч, как бы все хорошо. Экономику развалили, страна в разрухе, Запад в экономическом мощнейшем кризисе, который дальше переходит в социальный, в принципе все, что хотели, мы достигли. Мы говорим, мы все, мы останавливаемся. В этой ситуации получается, что контрнаступ Украины, это будет уже соответственно антимирное действие, хотя вроде как логически они имеют на это право, но с точки зрения международного вот этого вот мнения о том, что надо договариваться, тут значит уже агрессорами или недоговороспособными будут Украина. Они это очень сильно боятся. А вот и когда Пригожин сказал, что Натальевич ставит точку в СВО, так как мы цели своих достигли, ну что какая-то у меня такая фраза проскочила, значит украинцы все заскакали, что вот сейчас мы значит будем готовиться к переговорам. Хрен его знают, если честно. Почему? Потому что то противостояние, на которое мы сейчас вышли, на которое в принципе мы выводили весь Запад коллективный, оно сейчас дошло уже практически, ну все тяжелое вооружение присутствует, авиация там тоже присутствует. Осталось только там какие-нибудь такие дальние удары ракетами, крылатыми по территории России, соответственно по территории Запада. То есть мы уже дошли до максимума. Осталось нам, чтобы еще западные войска, там натовские какие-то, польские, румынские, кто там будет без разницы, чтобы они уже зашли официально на территорию Украины и начали встали против нас. Это уже будет последняя черта, после которой можно уже косить всех направо и налево. Но это говорит о чем? О том, что это уже не специальная военная операция. Вот такой набор сил и средств с такими поражающими возможностями, с такими потерями. Сейчас вся Европа говорит о том, что такого конфликта на территории Европы не было со времен Второй мировой войны. И в принципе все сейчас начинают анализировать, а в принципе на планете такого конфликта еще не было. С таким количеством крылатых ракет, там всяких, знаешь, оперативно-тактических и так далее, с бомбардировками, с таким количеством арт-огня. Этого не было ни у кого. То есть это сейчас самый крупный конфликт после Второй мировой войны. Назвать его СВО, ну как бы да. Сложно. Отсюда дальше возникает вопрос. Ребята, а может мы поставим точку в СВО и назовем это по-другому? Вот мне что-то кажется, что Пригожин имел именно это. Потому что все наши действия говорят о том, что с нашей стороны это было, ну, знаете, вот для того рыбаки, они понимают, что когда выуживаешь какую-нибудь здоровенную щуку, для того, чтобы ее поймать, ты ее на голый корячок не поймаешь. Ты должен насадить туда приличную рыбу. Если ты насадил туда окуня, предположим, да, а окунь в принципе сам хищник, ну, это такая аналогия с Украиной, то дальше ты должен этого окуня очень серьезно, знаешь, шебуршить, подтягивать. И когда щука захватила вот это все, дальше начинается борьба. Если щука серьезная, чтобы она не сорвалась с лески, потому что она может дернуться, дальше начинается вот эта борьба, которая может длиться достаточно долго. Например, такая рыба, как семка, например, ее вытаскивают иногда по полтора часа, иногда даже два часа. Потому что там очень много нюансов. То есть, чтобы она не сорвалась, чтобы не порвала леску, чтобы не сошла по каким-то другим причинам. Чтобы не зашла там за камни, там все порвала. И поэтому получается, что ты эту рыбу сначала подтягиваешь, она там бьется, ты ее опускаешь, все очень сильно, все на пределе. Ты ее отпускаешь, потом подтягиваешь, потом ходишь там вдоль этой реки. То есть, это серьезная такая борьба. Но если наблюдатель, я уже говорил это, что если наблюдатель находится в воде, то длину, то предположим, наблюдает эту позицию со стороны рыбы, рыбы, то вот ее начали вытягивать на берег, она дошла, начала упираться, ушла на глубину. Она победила. Но она победила вот в этом вот коротком моменте. Потому что рыбак все равно в данной ситуации ее вытаскивает. Он дает ей возможность потрепыхаться, она ослабла, дальше подтянула. И вот эти вот процессы, он может быть очень, ну я говорю, на реке это может быть до полутора часов. Если, например, хорошая семга там на 10-15 килограмм, полтора-два часа по реке народ ходит там с выпученными глазами. Вот эта борьба идет. Зацепилась где-то в камнях, порвалась резко, все, она ушла. Поэтому никто этого не хочет. Поэтому подошла она к камням, ее отпускают, чтобы она ушла на стремнину и так далее. Отводят от этого. Ну, в общем, на целое эпопедии. Вот приблизительно это самое происходит сейчас в СВО. Вот украинцы все живут там контрнаступами, там пидраздил пошел туда, пидраздил сюда. Это все мелочевка. Цель другая. Цель уничтожить, ну там, разрушить вот колониальный Запад, который является паразитом. Он не дает возможности планете дальше развиваться. Вот сейчас было интересно, там, у кого-то из экономистов такое рассуждение, что, ну, не рассуждение, а приводили для сравнений. А говорили о чем? О том, что если, например, энергопотребление в Китае для всех китайцев будет такое же, ну, в среднем на человек, будет такое же, как в Америке, то вот для населения Китая все энергетические мощи планеты уже не хватает. То есть Запад потребляет настолько много всего, сколько не производит, что планета не может себе этого позволить. И понятно желание западных элит сократить нас любым способом до минимального возможного уровня. Но дело в том, что Западу это, понятно, нужно, мы элитам, да, я думаю, что простым людям там тоже не сильно это нужно. Но всем остальным это не нужно сто процентов. И здесь возникает вопрос, либо сократить население планеты, чтобы этим ребятам было хорошо, либо сократить вот эти вот жрущие, как не из себя, западные элиты. И планеты, я так понимаю, все приняли решение, консолидировано, что лучше сократить западные элиты. И сейчас за это идет борьба. И причем, ты знаешь, вот эти вот последние 30 лет, там есть очень красивая такая мощная зависимость, что особенно хорошо они начали жить после того, как урухнул Советский Союз. Потому что вот эти все дешевые ресурсы из Советского Союза, из постсоветских республик, они все очень хорошо их дали возможность подкопить жирка. Вот сейчас этого жирка уже не будет. За последние 10 лет, опять же такая интересная статистика, я ее раньше не видел. Взяли все долги, которые есть у развивающихся стран. Долги как государственные, так и частные. Есть статистика. И там получается пропорция такая. На один заработанный, грубо говоря, доллар, 4 доллара заметы. То есть на один заработали, а потратили 5. То есть 400% это совокупная задолженность домохозяйств и государства. А откуда взялись эти лишние 4 доллара? Они взялись со всей остальной планеты. То есть ребята через эту схему грабили всех, как ни в себя. Даже не один к двум они грабили, а один к четырем. И вот это вот сейчас начинает рушиться. И кстати, когда Швеция и Финляндия вошли в НАТО, они поняли, что они точно так же жили за счет перераспределения тех денег, которые печатал Соединенные Штаты Америки. И они жили очень хорошо. Да, они не напрямую там, они имели колоний. Но они все равно крошки с этого стола очень жирные подбирали. И вот сейчас, когда эта система рухнет, что Швеция, что Финляндия, да и в принципе и Норвегия, у нее все равно все, ее этот фонд благосостояния, он весь закопан в этих ценных бумагах Соединенных Штатов Америки. Они в принципе кредитовали Штаты в этой ситуации. Вот эти ребята все рухнут, они все вернутся к тому состоянию, к тому одному доллару, на который они работают. Вот этот доллар они и будут потреблять. Кстати, Северная Европа, это одни, входят десятки крупнейших должников по миру на душу населения. Поэтому все их хорошие, вот вся эта хорошая жизнь, это все в общем-то получается на ограблении планеты. И сейчас, кстати, в Швеции там очень тяжелые такие процессы-то пошли. У них там уже, ну в общем, ладно, это не имеет значения. В общем, у них там очень грустные тенденции. Итак, вот сейчас наша задача, ну как, я бы не хотел, чтобы подумали, что мы специально такие живодеры, что засовывали этот Запад и вытаскивали его на большую бой. Но суть в том, что мы понимали, что эти ребята просто так не сдадутся. Для них это окончание вот этого огромного жирного периода. И такого больше никогда уже не будет. И в данной ситуации они все равно будут биться. И мы находимся с вами, да, в первом ряду, наблюдаем все это своими личными глазами. А вот мы свидетели всего этого процесса, который происходит. Наверное, никогда такого и не было. Раз в 500 лет, да. Поэтому легко не будет, это как бы очевидно. Отсюда вывод, что все мы должны так немножечко подсобраться. Ничего критического не происходит. Целый год страна перестраивалась в военном ритме. И она перестроилась. Если посмотреть даже вот сейчас на те боевые действия, которые идут в основном по фронту, то там не происходит танковых сражений. Там не происходит массированных каких-то артиллерийских таких вот серьезных наступлений и так далее. То есть вся страна работает в три, а на некоторых в четыре смены. Целый год. А перед этим работали еще четыре года. И ничего критического не происходит. Эти тысячи танков, там, наверное, три-четыре, где-то стоят и никуда не идут. То есть накопление сил с нашей стороны происходит сумасшедше. Слушай, Леша, ты меня извини, но, блин, держать такую оборону в тысячу километров, да, сколько фронт протяженность? Ну, там, по-моему, тысячу двести, там же кривая линия, кто как считает, кто по прямой, кто как. Ну, ты меня тоже извини, блин. Там вся вот эта вот мощь, да, натовская. А здесь, блин, одна страна держит все. Не, просто держит, а еще и продвигается вперед. Да, да. Я вот, кстати, по поводу продвигается вперед, я почему рыбу-то упал упомянул. Что в этой ситуации всегда должно быть напряжение. Нельзя ей отдавать и отдохнуть. То есть ты всегда ее немножко подтягиваешь. Отпустил, опять потянул, откусил потянул. Поэтому Бахмут, вот эта Ордеевка, Артемовск, это все то напряжение, которое должно быть на фронте. Создавать, создавать, создавать. Я, конечно, смотрю еще этих украинских аналитиков. Там и странные люди, честно говоря, очень. Потому что вроде какие-то там сидят такие нормальные военные ребята, которые находятся в гуще событий. Но у них иногда каша в голове, когда первый тезис противоречит последнему его речи. Ну ладно, я потом немножко вернусь. Итак, да. Серьезная ситуация. Серьезная. Такой ситуации на планете никогда не было. Поэтому ожидать, что все это будет легкой прогулкой, как бы был бы идиотист. Но в этой ситуации мы сейчас везде, мы накапливаем силы сумасшедшие. Я вот смотрю, нигде, нигде не проявляются те эшелоны, которые идут мимо всех, с кем я разговариваю. А вот те заводы, которые работают. Когда Медведев сказал, что мы в год делаем там полторы тысячи танков. Но это только один Уралвагонзавод. Есть еще Омский. Есть еще танкоремонтный завод, который я рассказывал. Ребята тоже там все ремонтируют, делают, постанавливают. И все куда-то это уходит. И сказать, что это все сожгнуло. Украинцы показали бы поля сгоревших танков. Но этого нет. Поля сгоревших специального оборудования, бронетехники, это тоже нет. Поля подбитых наших артиллерийских снарядов, гаубиц и всего остального тоже нет. При всем том, что мы понимаем, что снарядного голода у нас не может быть по определению. Потому что я говорил в свое время, Украине достались запасы склады двух военных округов, которые она там продавала 30 лет, стреляла потом 8 лет и в последнее время выстреливает. А нам достались запасы и склады 12 или 11 округов. Причем самые большие были вот туда, Забайкальский, на границе с Китаем. И все эти эшелоны идут, идут, идут. То есть к чему-то все готовятся. И вот этот большой контрнаступ мы, в общем-то, судя по всему, ждем, что они все-таки ринутся. И здесь возникает интересная вилка. Здесь смотрел кого-то из украинцев, и они там, соответственно, обсуждают, что? Что, в принципе, сейчас можно начинать шантаж и Китая, и Америки. Если Америку можно шантажировать тем, понимая о том, что вот это наступление будет жизненно важным для всего западного мира, можно шантажировать. Мы пойдем, мы не пойдем. Вот если нам дадите вот это, вот это, это имеется даже деньги, то мы пойдем. А если не дадите, мы никуда не пойдем. Вам же больше надо, чем нам. Понимаешь, первый этот класс шантажа. А второй мне понравился вообще класс. Ты знаешь, вот прям украинцы, украинцы. А потом они говорят, мы уже можем шантажировать и Китай. Потому что для Китая сказать следующее. Для Китая сказать следующее. Смотрите, вот пока мы здесь бьемся с русскими, американцы вынуждены нам помогать. Вот если вдруг мы с русскими договоримся, или отступим, или прекратим, то тогда американцы займутся вами. Поэтому предлагаем вам заплатить. Понимаешь, мы молодцы, молодцы. Пока мы здесь рубимся с русскими, да, и держим американцев на этом фронте, вы давайте идите быстрее, добоевывайте Тайвань. Потому что этих на два фронта не хватит. Почему толкают сейчас западные партнеры любимые? Я так понимаю, американцы хотят все-таки закрыть этот вопрос, потому что назревает Тайвань. Они уже поняли, что Китай и Тайвань им гораздо интереснее, да, но удержать Тайвань им гораздо интереснее, чем Украину, вот, чем сдержать Россию. Потому что Россию, им кажется, что они Россию уже сдержали, да, ну, то есть все, вам уже там подрубили основные, как говорится, ну, ноги, да. Ну, понял, о чем я говорю. А Китай, понимаешь, это вот сейчас надо, в принципе, заняться Китаем. Поэтому они толкают этих, извини меня, украинцев на убой, чтобы скорее убились об Россию, понимаешь? А это самое, а как раз, сейчас, извини, а понимаешь, чтобы скорее убились об России, чтобы закрыть вопрос, что это не мы, типа, их бросили, а это вот, ну, Россия-то победила, ну, что подделаешь, понимаешь? А эти не хотят, упираются, и они так и получаются, что шантажируют, понимаешь? Нет, шантаж здесь присутствует однозначно, вот, потому что в последнее время, когда они начали говорить, что им этого не хватает, и этого не хватает, и этого не хватает. Но дело в том, что с другой стороны украинцы абсолютно правы, что сейчас, если Америка проигрывает в Европе, то есть даже есть такое исследование этой корпорации РАН, буквально вот недавно, которая, ну, то есть она буквально здесь недавно, это их исследование вышло, то они написали о том, что им, у американцев нет вообще хорошего выхода из этой ситуации. Более-менее прилично, это если затянуть это дело. Но они понимают, что затягивание вот этого всего процесса, вытягивать ресурсы из Европы, это то, что должны американцы сами высосать. Оно сейчас уходит на войну на Украине. Потом Украина, здесь даже кто-то из европейских, этих, по-моему, французских каких-то, корреспондентов, такая статья даже была, называлась, «Как нам вылезти из украинской трясины». Понимаешь, вот такие уже идут заголовки, статьи, причем достаточно известных изданий. То в данной ситуации американцы уже говорят, что им получается выйти из этой ситуации уже хорошо не удастся. Любое, если Россия не может проиграть, по причине того, что ядерная держава. Здесь же, знаешь, это же обсуждается очень плотно сейчас. И вплоть до того, что Макрон приводит его словам о том, что в случае обострения ситуации нельзя исключить, то есть они обсуждают, ядерного удара России, предположим, по Украине или, скорее всего, по Польше. И Макрон сказал, что Франция ни при каких условиях не будет отвечать ядерным ударам в том случае, если он не будет нанесен по территории Франции. То есть, что это говорит? У нас только две ядерные державы на европейском континенте. Это англичане и французы. Англичане, думаю, все то же самое. Это еще те ребята со сложной психикой и сложно организованной моралью. Никто не будет устраивать у себя Мариуполь за окном. То есть, они обсуждают о том, что в случае, если для России будет выгодно, ну, например, мы приняли решение, что все, ребят, заканчиваем, а эти еще там шебуршатся, долбанули и все. И никто не дернется. Вот я много стримов назад говорил, что, ребята, у нас же всегда какая этот нарратив, да, что если вдруг Россия применит тактическое ядерное оружие, то значит все, весь мир в труху, третья мировая, все там на нас показывают пальцем, показывают там всякие кукиши и благополучно все умирают. Трудно на вас показывать пальцем, когда пальцы отсутствуют, понимаешь? Да. Или светятся нежным синим цветом вечером, поздно ночью. А вот. Но этого не будет. И вот сейчас, понимаешь, если тогда это для меня, ну, мне было это очевидно, что это эгостические страны, никто из них не хочет потерять все ради того, чтобы какая-то Украина там или Польша жила. Для них это абсолютно неприемлемый размен. Поэтому, как бы там ни развивалась ситуация, никто из них не будет вписываться во всю эту историю. А вот. Но. А для нас это вполне абсолютно разумный как бы размен. Почему? Потому что силы ядерного оружия, силы его сдерживания в том, что все помнят, что это такое. Вот сейчас все об этом забыли. И для того, чтобы вспомнили, нужна демонстрация. Демонстрация нужна в таком виде, чтобы дальше для всех даже не было желания продолжать весь этот процесс. Вот хотим мы, не хотим, демонстрация нужна. Здесь мне кто-то там написал в комментариях, что Алексей там периодически заносит, он там что-то фантазирует про это ядерное, он не понимает, насколько это серьезно. Ребята, меня вообще не заносит. Я просто прогнозировал это еще два года назад, что этот вопрос будет подниматься, он будет подниматься очень жестко. Про Карфаген, да? Карфаген должен быть разрушен. Так вот, ребята, сейчас Франция это обсуждает. На уровне того, будет ли она применять. То есть, понимаете, причем это рассуждает не просто там какой-нибудь бендюжник в подворотне. Это рассуждает президент Франции. И он четко сказал, до тех пор, пока не будет по территории Франции нанесен или опасность нанесения удара, мы применять ничего не будем. То есть, ребята, поляки, украинцы, там все остальные, вы можете сидеть спокойно, на жопе ровно, никто за вас не впишется. Британцы обсуждают. Я, правда, Карфаген имел в виду Британию. Британцы абсолютно нормально рассуждают о Посейдоне. Причем они не просто рассуждают, они дискуссируют, у них там куча комментариев. Они даже анимацию сделали, где Посейдон взорвется, что это будет для британских островов. Потом ирландцы подключились, начали говорить, что из-за этих британцев, подонков, значит, нам тоже смоют пол Ирландии. Понимаешь, люди не просто обсуждают, они делают уже анимацию, они рассчитывают, что и каким образом все это закончится. То есть, я на этом фоне, это просто ни о чем. Я просто там что-то прошептал. Они это серьезно обсуждают. Просто они обсуждают и сейчас, а мы с тобой это обсуждали два года назад. Да, я помню эту первую реакцию, когда ты сказал про Карфаген. Еще Карфагену еще ничего не предвещало беды. Да, Карфаген еще спал спокойно, памперса не покупал. Случились Скрипали, вот только-только Скрипали случились, да, по-моему, что-то такое. Да, понимаешь, а сейчас это обсуждают абсолютно все. Тот же самый Гурлев, на котором вот он там, кто-то написал, что вот он там генерал какой-то сумасшедший. Кираба, он сумасшедший генерал. Извините, он депутат Госдумы и член комитета по обороне. То есть, он в теме этих всех процессов. Поэтому, первое, мы очень медленно, но неизбежно подходим к тому, что, судя по всему, ядерное оружие будет применено. А как это будет сделано? То ли это будет демонстрационный какой-то, то ли это будет, правда, там шваркнут где-нибудь, будет какой-то котел, они по нему херакнут, и там будет полная жопа огурцов. Вот это вопрос десятый. Но мы все это обсуждаем. То, что еще год назад казалось невероятным, сейчас обсуждается из каждого утюга. Поэтому это говорит о том, что окно Авертона открылось, и дальше откроется дверь. Поэтому не принимаю я обвинения в том, что меня заносят. Просто долгосрочные прогнозы, вообще такие прогнозы, любая истина, а проходит три стадии. Это очень известно. Первая стадия, этого не может быть никогда, потому что ты идиот. Ты идиот, этого не может быть никогда. Вторая стадия, это называется, ну, как первая стадия, это прогноз. Вторая стадия. В этом что-то есть. Это уже вероятность. И третья стадия. Кто же этого не знал? Это уже истина. Так вот, если на фондовом рынке вы находитесь в прогнозной стадии, вы всегда находитесь в очень большом плюсе. Но вероятностно вы находитесь в той же прибыли, которой все. А вот в истине вы уже начинаете терять деньги. Но это для тех, кто занимается в фондовом рынке. Поэтому, следующий еще звонок по поводу того, что почему-то мы все-таки готовимся к такому серьезному. Народ показывал эшелоны с танками Т-55. Как бы танки старые. Ну, говорят, нормальные танки, все нормально чинятся, достаточно простые. Можно легко на них подготовить экипаж, потому что он не очень такой уникальный. После некоторых переделок он как такой, знаешь, поддержка пехоты. Не очень сложная. Чуть ли не в каждом отделении вполне может быть. Только нюанс. Танк Т-55 это первый атомный танк. Это тот танк, который готовили на случай ядерной войны. То есть со специальной защитой, со специальными системами вентиляции, фильтрации и всего остального прочего. Именно на этом танки проходили через эпицентры, когда наши делали учения, реальные учения, и танковый там полк, или не помню что, проходили через эпицентры ядерного взрыва. И потом, соответственно, дальше делали все исследования. То есть, насколько так вот все пишут, что это танк, предназначенный на случай ядерной войны. Его броня, какие там вставки, наполнения, позволяют уменьшить радиоактивное заражение, излучение в несколько раз для экипажа. Просто, чтобы мы понимали. Я думаю, что современные танки, наверное, тоже этим обладают. Но с другой стороны, знаешь, вот такое массовое средство передвижения через зараженную территорию, почему нет? Ладно, теперь, что еще такого интересного? А дальше получается, смотрите, вот сейчас есть ощущение, раз и американцы, в принципе, это признают, и наши там все эти военные эксперты пишут, и европейские, в том числе, и израильтяне, о том, что в ядерном вооружении у нас есть какой-то очень серьезный задел. И даже этот директор этого Курчатовского института, Никон Ковальчукал, он же сказал о том, что мы опередили американцев в развитии ядерного вооружения на десятилетия. Им придется нас очень-очень долго догонять. То есть, с этой стороны мы впереди. Но здесь есть другой аспект. Ведь последние 10 лет очень активно занимались все биологическим оружием, особенно Запад. Запад биологическим оружием, он понял, что он, видимо, в ядерном оружии теряет демп, и находится в первых рядах. Может быть, он сделал именно акцент на то, что биологическое и химическое оружие – это то, что, в общем-то, даст ему свежие карты в этом споре. И пандемия вполне возможна. Это была первая проверка, кто чего может. В свое время, помните, еще этот Обама сказал, что у планеты есть две опасности. Первая – это эпидемия Эболы, а вторая – это агрессивное возрождение России. И через год Россия одна проблема решила вторую. Мы смогли сделать этот вакцин, или как он там называется, антидот против Эбола. Понимаешь? Но такие же выползновения были, и в биологию они же вкладывают сумасшедшие усилия. И вот эти все биологические лаборатории, которые были разбросаны по всему миру, это же не просто так. А я напомню всем, что там еще и генетическое оружие тоже есть. И в свое время, наверное, все помнят о том, что американцы у нас усыновляли инвалидов, детей инвалидов. И наша вся либерда кричала, какие американцы молодцы и так далее, какие они добрые, мы не можем их вылечить, а вот американцы могут и так далее. И все как бы это выглядело достаточно прилично некоторое время. А потом прошла информация о том, что американцы занимаются генетическими исследованиями, и тогда все выстроилось в одну кучу. Возник простой вопрос, зачем брать инвалидов, детей из России, и причем американским родителям за это доплачивали. И люди, которые приезжали, усыновляли, там иногда были такие жуткие истории, что вообще-то им мягко выражать, это все было нахер не нужно. Они все это делали за деньги. Дальше возникает вопрос, зачем надо было брать инвалидов из России, достаточно развитой страной, у которой есть нормальная более-менее медицина на тот момент. Когда у вас есть Центральная Америка, там вообще нищета жуткая, там инвалидов не меньше, и детей брошенных не меньше, чего не взять из своего подбрюшья. И проще было усыновлять и все. Но брали-то, ехали в Россию. По какой причине? Ну ладно, я предположим, там русские, там какого-то поколения, и прямо у них там где-то сверли. Но приезжали вообще реднеки такие, которым там к России не имели никакого отношения. А потом начала всплывать информация, что этих детей лечили в Америке, и что вроде проводили какие-то исследования. И тогда пазл сложился. Для того, чтобы легально проводить медицинские исследования, ребенок должен быть больной. Тогда ни у кого не возникает вопрос, почему он каждую неделю ездит там, и у него берут какие-нибудь, знаешь, там, анализы, там, еще что-то, еще что-то. Ну что если здоровый у ребенка, и у каждую неделю этого возник возник, простой, но глупый вопрос. И потом там эти дети, там, не могли отследить их среды, там были, конечно, счастливые, какие-то истории, но не факт, возможно, что это было, знаешь, Голливуд чистый, создатель. Ну, у них же у американцев там все, в общем-то, ради денег. И за этих инвалидов доплачивали деньги. А почему не доплачивали деньги, там, не знаю, за инвалидов из Гватемала? В чем разница? Ну да. А за русских почему-то доплачивали деньги. А это значит, потом, значит, уже начали там статьи, что, судя по всему, американцы разрабатывают генетическое оружие, то есть это получается оружие, которое сепарирует только тех, вот ваши солдаты идут им ничего, а все, кто везде рядом с другой генетикой, те, соответственно, все, вообще, ласты склеены. А вот, поэтому, возможно, сейчас идет торг с нашей стороны, это ядерное вооружение, ядерные средства поражения, с их стороны, соответственно, биологическое, там, генетическое оружие. На каком это этапе, вот это вот вопрос. И, исходя из того, что, как бы, наглость Запада одно время зашкаливала, они были абсолютно убеждены, что они могут сделать все. А вот, и, возможно, вот это чувство, что у тебя за спиной есть вот этот ресурс, там, не знаю, биологический, там, генетический, еще какой-нибудь. И то, что они нас часто в этом, кстати, обвиняют, в политическом оружии, что в Сирии, они, как правило, в чем обвиняют, то они уже сами сделали. А вот, это говорит о том, что у них вот этот вот ресурс был. Если он до настоящего момента и перебил или наш козырный туз, их козырного там короля, я не знаю. Но вот то противостояние, которое существовало, показывает, что какие-то там такие очень серьезные торги были. Именно по такому фундаментальному и фатальному вопросу. Так, что там еще такого из интересного? Ну, Лавров у нас проехал со своего времени по Африке, сейчас ездит по Латинской Америке. И как раз вот в кану вот этой логике, о которой я говорил, я так понимаю, что сейчас он объясняет нашу позицию и нельзя исключить будущие действия по Украине в Латинской Америке. Исходя из того, что Латинская Америка в основе своей приняла либо нейтральную позицию, либо на начальном этапе была за, сейчас находится в нейтральной позиции. И плюс ко всему прочему, то, что Латинская Америка, она всегда такая, знаешь, как бы социальная, социалистическая, то есть у них там Че Гевара и отношение к американцам очень плохое, вот этот гринга такое призрительное. И они понимают, и Куба у них там находится в авторитете и так далее. Вот, я так понимаю, что Латинскую Америку американцы потеряли. А они рассчитывали, что Латинская Америка и будет для них вот этим вот сырьевым придатком, который позволит им пройти вот эту вот рецессию и кризис более-менее приличным. И здесь возникает другой интересный вопрос. Здесь, кстати, вот смотрел Чаплигом, вот, периодически смотрю, первую половину его вот это вот интервью смотреть смысла нет, если он трезвый, вот, потому что там идут мантры великие Зеленские, там, великое там, СВО, СВО и так далее, и так далее, и все более-менее реально он говорит только в конце. А в конце он сказал следующее. Он сказал, что сейчас понятно, что мы никому не нужны, что от нас не зависит, что Европа, судя по всему, той, которой мы знаем, нет, вступать туда смысла нет, потому что уже там начинаются серьезные социальные, экономические проблемы. И, судя по тому, как повел себя Макрон в Китае, соответственно, уже Европа начинает раскалываться, и раскалывается, судя по всему, Европа на три части, как он считает. Это будет Старая Европа, это Германия, Франция, Италия, Испания, да, там может быть еще кто-нибудь. А вот, потом, соответственно, Северная Европа, это Дания, там Финляндия, Швеция, Норвегия, а вот может быть Ирландия, кто-нибудь туда еще, может быть Голландия войдет, хотя хрен его знает. А вот, и дальше будет Центральная Европа или бывшая Восточная Европа, куда войдут вот эти вот все страны постсоветские. И, значит, соответственно, вот эта вот Восточная Европа, это будет английский протекторат, англичане пытаются создать себе позицию для будущего торга, ну и так далее, и так далее, и так далее. А ты знаешь, здесь может быть еще другая логика. Вот сейчас Европа теряет все свои колониальные приобретения. То есть, жить на колониальные доходы в них не получаются. И колонии не только имеют свою территорию, но и финансовые колонии. То есть, не колониализм, но в большей степени финансовый. То есть, создание различных кредитных там организаций, которые начинают, соответственно, из стран высасывать деньги, загонять их в кабалу, там, цепь революции, соответственно, какие-то конфликты внутри этих стран, ну и так далее. Такой стандартный грабежок. Вот. Но дело в том, что вся это вот, это поле для деятельности, оно закрывается. И его уже не будет. И никто не даст. У них нет сил завоевать себе новые территории, или там, даже и территории, какие-то финансовые агломерации, где они будут сосать свою дельту, ну, свои бонусы. И тогда остается, надо создавать колонии внутри Евросоюза. И в этой ситуации изумительными колониями, которые не имеют своего суверенитета, и являются бывшие советские, ну, я не знаю, не советские, а страны советского блока. Как-то Польша, Болгария, Чехия, Словакия и все вот это вот прочее. Ресурсов у них немного. Понижать их, то есть для того, чтобы кто-то жил хорошо, знаешь, как бы на бирже говорят, для того, чтобы кто-то заработал миллион, тысячи рублей должны, тысячи людей должны зарядить по тысяче рублей. То есть, в данной ситуации для того, чтобы хорошо жила Британия, предположим, вот эти все страны должны будут находиться в зависимости от нее. Другой варианта, другого колониального варианта у Британии нет. То есть, вот это может быть логика событий в том числе. Так, что еще? Значит, с Китаем, ну, с Китаем здесь как бы достаточно все понятно. Мы идем на огромных парах на встречу друг к другу. Вот, как бы ожидаемо, то, что после Син Цзиньпиня приехал министр обороны, и все отметили, что когда он встречался с Путиным, он отдал ему честь. Оказывается, честь можно отдавать и на непокрытую голову. И все, я теперь тоже так делаю. Ну, да, у каждого свое. У американцев это, кстати, часто. Но суть в том, что он отдал ему честь, и это получается, как бы... Узнал. Да, для Китая, там же они все символами, это, кстати, и Чиклыга тоже отметил, что это является символом того, что он встречается с человеком выше себя по рангу, по званию. Значит, определенное признание команды. То, что произошло, вот это вот слияние России и Китая, ну, страшный сон Киссинджера, это мы знаем, что это страшный сон, действительно. Но это, понимаешь, это дает надежду всем странам, понимаешь, всем колониальным странам. То есть, они сейчас до такой степени смотрят вот на это слияние России и Китая, вот все, кто был, кто колония, кто... Они же все здесь, даже местные, вот здесь итальянцы понимают, что они колония, понимаешь? И вот это слияние Китая с Россией, на них сейчас смотрят, ты себе даже не представляешь, сколько в ТикТоке сидят итальянцев пророссийских, реально, они окутываются в российские флаги, они пишут какие-то там, я там люблю Руссию, еще что-то, понимаешь? То есть, вот они прям, знаешь, вот как-то вперед, 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 понимая, что они в первую очередь здесь за... Ну, как, они колония, да, что они закабалены, что они там не имеют своего суверенитета, и вот им кажется, что сейчас, понимаешь, Россия с Китаем скинет этого, ну, гегемона, да, и они прям вздохнут, у них будет свой суверенитет, и они такие все станут все суверенны, но, блин, я чего, знаешь, боюсь, при всем моем, как говорится, неуважении к нашим братьям из-за большой лужи, эти братья держали этих самошедших в куче, потому что до того, да, понимаешь, когда, если над ним не стоит человек с плеткой, они друг друга грызут так, что, мама, не орюй, Франция с Германией, Германия с Италией, Италия с Поль, вот такая вот история, они же постоянно здесь, вот на этой территории, и единственный, никто их угомонил и привел в чувство, это был брат из-за большой лужи, понимаешь, то есть они ему отдали все суверенитеты, все поотдавали, они его слушались, только вот когда с большим кнутом, понимаешь, кто-то над головой стоит, они перестали друг друга жрать, и вот сейчас они тоже, знаешь, думают, а уйдет он, да, и что будет, у нас тут гражданская война, а таки, да, таки будет, понимаешь, поэтому, когда Чаплыка говорит, что там они там культурненькая Европка рассосется, да нет, никакой культурненькой Европки, нету. Ты знаешь, ты права, потому что вот эти вот ощущения, что как только уйдет этот большой полицейский, который, в принципе, грабил, но держал всех в рижевых рукавицах, начнется, в общем-то, распад Европы не по мирному плану, потому что здесь же есть очень большой, во всех странах есть так или иначе, определенные, как бы, центробежные силы, но у вас, в Италии, это юг-север, да? Юг-север, плюс претензии к Франции, понимаешь, там куски, которые, ну, имеем, как говорится, делить, это да. Да, а у немцев сейчас начинается раздел по восточной, по бывшей ГДР и западная. И еще самое главное, понимаешь, образованное население тяжелее столкнуть в гражданскую войну, а необразованное население легче. Так вот, образование здесь оставляет желать, сильно оставляет желать, понимаешь? К сожалению, да, к сожалению, да. И, кстати, не помню, кто, вам Хазин сейчас вангует, не знаю, насколько правду, что-то я в эту сторону никогда не смотрел, он считает, что сейчас британцы будут, так как они в основном всегда контролируют всякие разные радикальные организации, они же страна как бы слабая, но говнистая. Вот. Где кого отравить, убить, там, знаешь, какую-то смуту ввести, это их хлебом не кормил, у них это хорошо получается. И вот Хазин пишет, что вот эти все ИГИЛы, все вот эти вот беженцы, которые такие ортодоксально настроенные, которые сейчас в Европу набили, знаешь, как бочку селедкой, вот, это все прокси англичан. И англичане сейчас будут их поджигать для того, чтобы сделать этот большой бодобум и в этой вот мутной воде начинать ловить свои политические дивиденды. Он считает, что, а когда, после Рамадана, Хазин сказал, что после Рамадана скорее всего начнется... Обязательно подожгут именно вот это все подожжется. Я уверена, что здесь без гражданских войн не обойдется. Вот, ну, не обойдется и все. Ну, к сожалению, наверное, да. Вот. Поэтому мы как бы находимся в таком интересном состоянии. Ну, для нас это как? Как бы не цинично это звучало, но как только начнет полыхать Европа, по разным причинам, а вот, на этом, в общем-то, закончится вот эта украинская смута. Бешеный хутор, соответственно, присядет. Кстати, смотрю их этих военных аналитиков, там, ну, не аналитиков, а там, знаешь, как бы военных корреспондентов, которые у них там в авторитете. Есть у них там такой Анри Грин, скорее всего, Анри, Гриненко, но он как-то, знаешь, он такой взрослый, вроде мужик, знаешь, спокойно разговаривает, есть там мысли в глазах. Вот. Ну, как бы тезисы, которые он говорит, и он, вроде, я так понимаю, у них в авторитете. Тезисы, которые он говорит, меня начинают, как бы, ты знаешь, напрягать, потому что, как бы это сказать, они против, ну, противоречат логике. То есть, мы победим, мы там ручную давим, мы там все молодцы, у нас там такие наступления там под Харьковом, под Херсоном, мы прям такие все, но у нас хреновые генералы. Генералы хреновые, полковники хреновые, надо капитанов ставить на места полковников, толку будет больше. Понимаешь? Ну, и дальше такая синтетция, то есть, опять, стратегия у нас правильная, оперативное искусство никакое, тактики ему великолепные. Понимаешь? Это все три единая вещи. Это знаешь, как если у машины нет двигателя, но шикарные колеса, она все равно не поедет. А если водитель у нее гонщик, но двигателя все равно нет, а колеса по-прежнему шикарные, то все равно она не поедет. Хотя водитель шикарный гонщик, он может быть даже Формулу-1 выиграл. А вот, значит, мы не знаем своих командармов, кто нами рулит, значит, они приезжают, какие-то балбесы, на них смотреть без слез нельзя и так далее. Но при этом стратегия у нас хорошая. Ну, понятно, что стратегии пилят за западные ребята, но исходя из того, что Украина лишилась экономики кучу народу, потеряла, соответственно, территории, сейчас живет на западной дотации, то хрен его знает, стратегии тоже, как бы, не очень в данной ситуации удалось. Так себе. Вот. Потом, значит, по тактике, вот мы там, херсонское наступление, потом он говорил, говорил, мы там всегда дарили, дарили, но русские в один день вышли. Ну, то есть, они поняли, что позиции для них неудобные, они в один день вышли. Ребята, если один в один день вышли, кого вы там давили? Понимаешь, если вы давите, то это создается напряжение, там не получится в один день, ну, вам в спину стреляют, как вы там быстро выйдете, вы теряете много чего. Потом, по этому, по Харькову, по Харькову гениальная операция, мы там молодцы, мы там всех раздолбали, мы должны были взять там в окружении эту первую какую-то там танковую армию и так далее, и так далее. А потом в конце говорит, ну, честно говоря, наступление под Харьковом мы ни на что не надеялись, для нас это было тоже удивление, мы на этом, на кураже тут заскочили, выяснилось, что заскочить можно еще дальше, еще дальше, почему мы никого не окружали, непонятно. Но с другой стороны, мы не надеялись на то, что будет, и мы к этому не готовились, для нас для всех было это удивление. Ребята, а где-то тут оперативные или стратегическое искусство. Вы рванули туда, где для вас сплошное удивление. Так, может быть, вам дали туда зайти? И, может быть, это правда реально был договорняк? Вам сказали, ребята, вам нужно политически, да, ну, дадим там, как договорили, знаешь, типа предали. А вот, ну, по факту мы-то в данной ситуации затаскиваем Запад на всю эту бойню, и надо их затащить, мы тут столько раз обсуждали. Именно возможность победы является на войне самой мощной заманувкой. Мы их заманили, да, вот сейчас они уже влипли по полной программе, и у них начинаются социальные проблемы. Ведь как раньше было, как задумывалась вся эта операция со стороны Запада? То есть они начинают соответственно наступление, мы там теряем, предположим, ЛДНР, дальше начинается вот эта вся битва, и мы не вступаемся за ЛДНР, начинается вот эта вся битва, соответственно, социальное напряжение, и мы сами себя изнутри разрушим, как мы это сделали в 17-м году, в 91-м году, то есть нормальная рабочая схема. А сейчас-то получается все с точностью наоборот. Теперь у них социальные проблемы, и эти социальные проблемы, мы сейчас с тобой обсудили, могут перерасти серьезные социальные потрясения. То есть, знаешь, копали яму, сами в нее попали. Поэтому мы-то играем на очень длинную перспективу. А потом дальше, знаешь, какие-то еще рассуждения. Вот мы дойдем до Крыма, значит, наши мобилизационные возможности сумасшедшие в России, там мобилизационных возможностей нет. Как они до этого даже дошли? На 150 миллионов, их, дай бог, осталось 20. Народ там какой-то пишет, знаешь, смотрел в стримах, кто-то пишет, что западная Украина, говорит, да у нас 60% всех мужиков уже забрали на фронт. Да. Да, только нюанс. Если исходить из того, 60% забрали на фронт, и они заявили о том, что у них сейчас, ну, украинцы, о том, что где-то порядка больше, там, миллион 200, миллион 300 мобилизованы, то несложные подсчеты показывают, что реально на Украине осталось миллионов 12-15. Там очень мало осталось, плюс самые уже отбитые, оторванные, ну, которые там были, типа, как они называются, ну, скажи мне. Нацисты там всякие, да, ризоты горлы, которые, вот эти, ризоты горлы, которые, да, они уже даже здесь просят своих баб, чтобы они собирали им бабки на выезд, потому что это стоит там, ну, определенную сумму, 4-5 тысяч, вот за что они берут, в принципе, они могут и так выйти, за что берут такую сумму. Как можно прорваться через границу? Нет, даже можно пешком, через тропы, в принципе, знаешь, преодолеть границу, допустим, молдавско-украинскую, несложно, украинско-румынскую, несложно, там всю дорогу, эти, контрабандные дропы, там такие, что там можно, я не знаю, пароходом ехать, понимаешь, ну, в смысле этим, ну, ты понял, вот. Короче, можно, не вопрос, они берут эти деньги за штамповку печати, потому что ты, если у тебя есть свой паспорт, за легализацию, да, и ты не штампанул выезд из Украины, то ты дальше никуда не поедешь, ты, все, ты перешел границу, вот здесь и сиди, в Румынии, а Румыния, это еще, извините, не Европа, понимаешь, это еще, там еще одна таможня в Венгрии, вот, потом та же история с Польшей, ну, с Польшей, там еще одна история, там их просто не пускают, знаешь, их уже там, ну, более, как это, контролируют, вот, и даже, я говорю, знаешь, да что, я буду до конца, да я там увижу в крышку гроба, вот они своих баб уже напрягают, собирайте гроши, ну, и тоже некоторые знакомые, которые там в Киеве сидят, им говорят, просто из дома вообще не выходят, они шмонают по квартирам так, что приходится в доме в шкаф прятаться, ну, вот до такой степени, понимаешь? Ну, как бы грустно, ну, вот эти вот военные, это, ну, по-моему, у Шелеста был, или у Шелеста, или у этого политика, там, в общем, такие, там, какие они молодцы, как они там все бивы, как они там, какие они умные, а потом раз в конце, ну, снарядов нету, заказали снаряды, не заказали, снаряды, ну, эти, мину для минометов, с минометами проблема, ребята, у нас такие фразы, которые являются реперными, но за ними стоит целая логическая схема, если вы начало 21 века не смогли освоить производство минометов, это орудие, которое, там, по-моему, первый раз его использовали, там, в 1905 году, там, на русско-японской войне, то есть, тогда это уже было абсолютно нормальное, легальное оружие, и все могли, то, вторая мировая война, все делали, а вы до сих пор не можете их освоить, о чем вы вообще разговариваете, ну, и потом дальше, знаешь, они уже начинают, кстати, и Шелест там тоже, начинают они вместе с Чеплыгой, и Чеплыг задает вопрос, а вот если мы придем в Крым, а что мы будем там делать, вот там же все нас ненавидят, или в ЛДНР, вот в ЛДНР, мы придем, там же все нас ненавидят, нам надо же будет устраивать геноцид, а нам же это не можно, нам же это не по совести, что нам делать, понимаешь, с одной стороны, абсолютно логичная вещь, да, что если мы придем, нас там все абсолютно ненавидят, что мы туда приперли, но нюанс-то в другом, вот такие разговоры, это начало того, что, ребята, что мы туда пошли, давайте мы бросим это все нахрен, но все равно там, как бы, никому не нужны, это вот первые звоночи, которые уже начинаются в дискуссиях, потому что они начинают искать причины, почему мы, чего мы туда поперли, это раз, второе, а вот этот вот Анри Грин, англичанин, бля, из Нахапетовки, а вот, тут начинают рассуждать о следующее, о том, что, вот, когда мы придем в Крыму, значит, типа, как дети, понимаешь, вот возьми, ты знаешь, это реально, возьми обычные, взрослые мужики, бля, вот я теперь понимаю, как обманывали вот этих людей, джинсы из фабрики, большевичка, штампула, мадеин, понимаешь, и продавали за 200 рублей, вот этим людям, чтобы была лейбла, понимаешь, мадеин, вот налепи, скажи, что он Андри, и они будут лобызать, понимаешь, да что за преклонение такое идиотское, я не понимаю. Так вот, слушай дальше, вот он дальше начинает рассуждать о том, что, значит, мы, как только перекроем логистику для Крыма, ну, вот этот вот, который идет по вам сухопутной, из Херсона, то все, Крыму кирдец, потому что логистика нарушена, снабжение нарушено, ну, предположим, мост мы еще там разрушим, да, и все, из-за логистики русские вынуждены будут Крым бросить. А я сижу и думаю, блин, а как развиваются страны, которые та же самая Британия, там же вообще остров, там не надо ничего брать, там у них нет никакого сухопутного коридора, ни с кем. Вот как она обслуживается? Ведь они даже не понимают о том, что самое выгодное вот сейчас, на настоящий момент, логистика и снабжение, это сухогрузами. То есть, например, контейнеровоз средний, берет там от полутора до двух тысяч контейнеров, две тысячи контейнеров, это 20 составов, сразу приходит тебе, понимаешь, миксом. То есть, почему он не гонит, например, было бы выгодно, железной дорогой бы гнали бы через Россию, там была бы не двухпутка, а пятипутка. Да потому что контейнеровоз нормальный, привозит столько, сколько надо гнать эти 20 составов, хрен знает откуда. А он пришел, загрузился, разгрузился, очень быстро грузится. Понимаешь? Я здесь, кстати, один раз видела такой большой порт, у нас тут недалеко, мы проезжали, получается, мы ехали сверху, а там вот вниз, вот все прям как на ладони. Я видела, как вот мы пока, короче, доехали отсюда до сюда, а ты уже половину этого сухогруза разгрузили, знаешь, тын-тын-тын-тын-тын, просто как вот, вот такое. Да, да. Так вот, возникает вопрос, а как, как это все осуществляется для Британии? И куча островов есть, а как Америка живет только за счет этой, этой логистики? Ей никто не везет по железной дороге через Латинскую Америку, все, понимаешь? Как? А если это все является основой логистики мировой, то, ребята, если вы перекроете скоропутный коридор с Крымом через Херсон, как это изменит маршрут с Вагуру? Да никак. Единственная проблема с водой только будет. Ну, ты знаешь, там и воду, в общем-то, нашли, и если в данной ситуации раз уже решили этот вопрос, то не стали его поднимать. Там огромное море пресной воды, вот этот вот, ну, мы с тобой обсуждали, я с удивлением тоже об этом узнал, что, оказывается, вот этот водосток, который дон, он через песок создает огромное озеро под Азовским морем. И там глубина какая-то сумасшедшая, там какие-то объемы там сумасшедшие, все. И разрабатывали уже проект о том, что просто ставят скважину, долбить и дальше высасывать. Правда, не знаю, насколько это для экологии, как это что повлияет, но это все абсолютно решабельно. То есть, в принципе, это было бы не критично для Крыма. Ну, не выращивал бы он рис. Основная масса воды уходила на рисовые поля или рисовые чеки. Ну, это ладно, это сейчас не об этом. Просто суть в том, что люди обсуждают какие-то вещи, которые даже вот в первом логическом приближении являются идиотизмом. Ну, ладно, Господи. И вот они там все это, знаешь, они уже поделили, они там, значит, создадут какие-то условия в Крыму, чтобы все прорусские ушли. Блин, а кем вы будете населять? Вас так осталось с гулькинью. У нас одна из проблем русского из-за русских территорий, одна из наших проблем. Вот даже, предположим, вот так вот моделировать ситуацию. Влипла там Прибалтика вся вот во все эти разборки, мы вынуждены их там вынести. Соответственно, они там начинают покидать это все. И дальше вопрос, а кем населять Прибалтику? Вот кем? Да, она сейчас там вместо 6 миллионов реально там, наверное, миллиона 4. Но даже эти 4 миллиона надо откуда-то, чтобы приехали и они туда заселили. Понимаешь? Вот даже та же самая Украина. Вот сейчас она сбежит наполовину. Она уже сбежала. Столько территорий не нужно. Да, а нам надо еще города отстраивать в Сибири, нам надо развивать Дальний Восток. То есть, в свое время англичане, когда тормознули развитие России именно с точки зрения демографии, вот они, в принципе, сделали абсолютно правильно. Вот была бы избыточная демография, демография, то есть, было бы эти 500 миллионов, мы бы могли, знаешь, много чего заселить. Но так как нам вымалывали, 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 мы даже сейчас, если что-то займем, нам это некем наполнить. Ну, так, скажем так, в качестве реприза. Вот, что там еще такого интересного? А, ну, ты знаешь, по Евросоюзу, я читаю там экономические всякие разные обзоры, ну, там, ты знаешь, у них ощущение очень плохое. И они сейчас оценивают свои возможности значительно хуже, свои перспективы, значительно хуже, чем буквально еще полгода назад. Там даже на Риэлю Рубини, очень известный такой экономист, который много там что-то сказал в свое время, он такой в авторитете, он, в принципе, сказал, что все развивающиеся страны, вот в настоящий момент, это страны-зомби. И вот это экономическое потрясение, которое произойдет, ну, оно закончится крахом для всех этих стран, серьезным падением уровня жизни, там, в 3-5 раз. Я, честно говоря, по-моему, Хайзин говорил, что падение жизни будет в 2 раза. Но то, что он сказал в 3-5 раз, это, конечно, уже шок. И это тоже не мальчик для битья. Поэтому вот это вот ощущение, что впереди катастрофа, оно существует у всех. Что там еще такого? Я тебе скажу, что это будет гораздо хуже, чем у нас. Потому что, когда у нас все грохнуло в Советском Союзе, мы не были закредитованы, да? Да. И у нас у всех было в той собственности, что мы до сих пор успели выкупить, да? То есть, у нас была квартира, у нас были, ну, практически, да, большинство машины. И самое главное, у нас были дачи. Помнишь? Да. Кстати. Кстати, я хочу поставить, наверное, надо выяснить, кто именно решил раздавать людям куски земли, зная, что впереди такой кобздец, а они знали, там наверху, я тебя уверяю, да? Зная, что впереди такой кобздец, ну, вот, нас ждет, что они просто, не знаю, мне такое ощущение было, что тогда, что прям насильно впихивали эти шесть соток. Вот прям нарезали всем, вот всем, кто хотел, абсолютно давали. Вот там даже от уборщицы до директора, как говорится, завода, неважно, давали эти шесть соток всем. А у нас в Молдавии, например, так было. И вот люди реально спасались этой землей, понимаешь? Где там, то есть, в принципе, здесь будет намного хуже. У них нет здесь земель, на которых они могут выращивать там какие-то свои эти, потому что они живут в этих клеточках. Плюс у многих нет своего жилья, потому что, и если они живут в своем якобы жилье, то оно не им принадлежит, а банку, потому что это кредит, понимаешь? Ипотека или что там такое, понимаешь? Машины тоже, как правило, все в лизинге, в шмизинге, понимаешь? Вот им будет гораздо хуже, чем нам, понимаешь? Ну, я им желаю именно это испытать. Слушай, ну, с другой стороны, у нас же еще и опыт есть определенный, да? Все-таки у нас еще родители, которые пережили войну, и, знаешь, есть еще какой-то на генетическом уровне вот этот вот. И эти строки социализма то так напрягались и как коллективно, определено в коллективе в таком жили. То есть это тоже определенный навык, который позволяет выживать. Здесь, да, я могу с тобой абсолютно согласиться. Скорее всего, сам все-таки будет тяжелее. Так что поздравляю украинцев. Они в очередной раз приняли не ту сторону силы. Поздравляю, шарик, ты балбес, помнишь? Да. Да. Ну, к сожалению, вот так вот опять, понимаешь, повелись. Кто-то, знаешь, сказал о том, что жадность, подожди, глупость плодит жадность, а жадность плодит бедность. Когда повелись на пол царства за коня, вот оно и похоже. А у них на генетическом каком-то уровне, на уровне историческом, на уровне ментальном, даже в сказках и в пословицах, у них встроено, что они самые крутые, и они всех обманывают. Даже вот эта одна пословица, когда украинец родился, еврей заплакал, это же на каждом шагу. Они же считают себя именно самыми хитрыми, самыми умными. И вот на этом, на этом и сыграли. Понимаешь? Да, да, да. И результат вообще ошеломительный. Ужасно. То есть потеряли абсолютно все. Вот, слушай, ну и еще, ты знаешь, в этих украинских пабликах, там они обсуждают, у нас здесь было вирусное видео такое, знаешь, там, где пленному отрезали голову, якобы это сделали русские. Но самое интересное, что я потом смотрел стрим Чеплыка, соответственно, у Шелеста, и я так понял, что ни тот, ни другой не верят, что это сделали именно мы. Потому что для нас это воинское преступление, и здесь, ты знаешь, нормально работают все суды и так далее. А вот, само это видео, оно какое-то летнее, то есть оно было сделано очень-очень рано, еще когда-то летом, в прошлом году. И, честно говоря, меня там смутило, очень сильно смутило, что вот когда, ну там, шли эти жуткие кадры, вот, что тот, кому отрезали голову, он орал там по-русски очень сильно. То есть он там, ну, много чего говорил, но там не было ни акцента, ни геканья. И ты знаешь, в таких ситуациях люди все-таки говорят на родном языке. Я понимаю, что это может быть какой-то очень хорошо русскоязычный, но вот когда смотришь их все, украинские вот эти все стримы, там, боев и так далее, там все равно ей проскакивают украинские слова, проскакивают этот небольшой акцент, геканье там, и все остальное прочее. А вот это раз. И, честно говоря, создать вот такую вот постановку абсолютно несложно. Достаточно две формы одежды, там, российской, положим, да, перевязать колено там белой тряпочкой, а этого одеть в куртку от Украины, вот тебе и все. Все говорят по-русски, отличить никого нет. Но им сейчас нужно, их сейчас нужно стимулировать, потому что, ну, как, поднять боевой дух, чтобы кинуть в атаку, да? Ну, потому что... Да, да, да. Это, ты знаешь, это вот чисто английское убийство. Вот если взять историю Великобритании, как она добивалась своих целей во всем мире, она всегда всех делила через кровь. Что в свое время мусульман Индии, ну, там, я не знаю, другая какая-то религия... Буддисты, по-моему, они? Да. Они все это тоже, я насколько помню, значит, устроили там какую-то резню, потом, значит, о том, что это резня, наши отрезанные головы, соответственно, там, то ли в мусульмане возбудились, то ли еще, и дальше началась резня. И эта резня дальше разъединила вот эти вот единые народы, которые жили там тысячелетиями на одной территории, разделила так, что получился там Пакистан, Индия, там Бангладеш, по-моему, та же самая хрень. В свое время в Сомали разделили страну на две части, на север и юг тоже через эту резню. В свое время, где-то в 20-х годах, они, когда им надо было скинуть шаха, не шаха, кто там у них был, в Афганистане в 1920-е годы, там был у них какой-то правитель, как он там у него, статус, ну, шах, предположим, шах, да, вот, он был как-то очень настроен к советской России, то есть у него были такие, знаешь, поползновения в эту сторону, а вот как его скинули, они просто начали распределять по аулам фотографии обнаженных женщин, и говорят, что это афганские девушки, которые отправляют в Россию на публичные дома. И народ встал и скинул нахер шаха. То есть, понимаешь, и вот таких вот историй, когда через кровь всех объединяли в хлам. Нет, мне понравилось, это тогда, в 20-е, это самое, подожди, в 20-е годы уже была же советская власть, в принципе, да? Да, да, там как раз после советской власти какой-то был такой, знаешь, хороший дипломат. Публичные дома, мне это понравилось, ну-ну. Да, да, а для них, ну, то есть, знаешь, бьют по самому, то, что бияет на местное население, то есть, самую слабую точку. И вот этих вот кровавых вещей у них везде немерено. Всегда на крови разделяется, ну, на ура, на сотни лет. Это чисто английское убийство. Поэтому вот уши англичан там стоят просто 100%. Ну, жалко само это происшествие, как оно выглядит, но я так понимаю, что все-таки украинцев ведут на убой, потому что наше вес тоже все в бешенстве. И, ты знаешь, отношение очень хреновое. Я хочу сказать, что вот некоторые, а по-моему, знаешь, кто-то там Шелест тоже говорил, что вот если там русские будут проигрывать, они примут, применят ядер. А почему? Потому что тогда они будут изгоями во всем мире. Я потом с хера. Понимаешь, логика очень простая. Если вдруг для нас ситуация будет в противостоянии с Западом настолько плохая, что в перспективе мы понимаем, что насчет развала страны, мы предположим, или какие-то очень сумасшедшие жертвы, или нам надо закончить эту войну, потому что возникли другие риски. У нас есть два варианта. Либо мы теряем свою страну и миллионы своих людей, или сотни тысяч. Либо мы теряем другую страну, и там будут сотни тысяч или миллион. Вот из этих двух вариантов выбор потерять чужую страну всегда в приоритете. это просто банальная логика. Когда я им говорила, еще когда... Если вдруг коллективный Запад по каким-то причинам все-таки сможет где-то нам наступить на... Вариантов однозначно. Мы уже не будем спасать мир за свой счет. Наши жизни для нас приоритет. У нас и так очень мало народу. Нам осваивать себе. Поэтому если станет вилка либо разрушения России, какие-нибудь сотни тысяч жертв или миллионы, не дай бог, то есть другой вариант разрушения какой-нибудь Польши, не дай бог, или еще чего-нибудь, то 100% даже пусть не волнуется, мы поставим на разрушение других стран. Мы уже позволить себе эти траты людских жизней больше не можем. Ну и в качестве последнего мы почти все, что хотел и обсудили. Если там есть какие-то вопросы, задашь. Последний нюанс. Знаешь, в последнее время здесь украинцы все смеются над господином Медведем, я в прошлый раз говорил, над Дмитрием Медведем. А ты знаешь, я вот смотрю все его вот эти утверждения, которые он в прессе пишет, очень жестко проходится по европейским политикам, а вы знаете, здесь чисто психологически очень интересная вещь, ведь отношение к Европе и разговор с Европой, вся планета прохрана, здесь разговор был с придыханием, с уважением, с ощущением силы, но вот как только кто-то начинает с ними разговаривать по-честному, балбес называют балбесом, идиот значит идиотом, понимаешь, и это открывается форточка Овертона, что ребята, гегемоном можно кошмарить со страшной силой, вот мне кажется, он выполняет именно эту функцию, он начинает публично, причем у него достаточно высокая должность, и смотри, за ним повторяют, и Китай, не ваше, не ваше пёсе дело тут нам указывать, и уже начинается именно жесткая риторика, жесткая. И посмотри, как в свое время президент Конго ответил, да, уже вот в этом русле, то есть Медведев открывает окно Овертона по тому, как надо общаться с гегемоном, с коллективным Западом, вот это окно Овертона очень сильно, знаешь как, если над королем посмеялись, он уже не король, он уже станет по шипу. помнишь, мы с тобой обсуждали это, высмеять, все высмеять, вот как украинцы все высмеивали и все проржали, да, вот точно так же начинают, понимаешь, это оказывается можно играть же вдвоем. Да, в эти танцы можно танцевать вдвоем, то есть сейчас вся планета получает стандарт общения с Западом, и этот стандарт задает не просто какой-то клоуну где-то, как они, а его украинцы все, вот он какой-то дурачок там из подворотни, хрена бы, ребята, член СССР, это безопасность страны, которая может уничтожить Америку там за 17 минут, да, Европу соответственно меньше, и не надо его слушать, да нет, ребята, если у человека есть такие возможности, он занимает второе место, он заместитель, как написать, СССР, безопасность, значит у него все полномочия существуют, все знания существуют, поэтому я бы на их месте я бы, честно говоря, поменял бы памперс. Ладно, а так, слушай, что еще тут такого вот интересного, вроде больше ничего такого не происходило, почти мы все обсудили, скитаем все понятно, в общем, все идет по плану, ничего страшного не происходит, все, я так понимаю, наши геостратегические планы мы выполняем, насколько быстро это знает, кому надо знать, сам план, да, сам план, извините, ему 500 лет, он удается всем, то есть осталось последнее, последние риски на Западе, мы сейчас все реализуем, подползут, западный, коллективный Запад подползет к хаосу социальному и полному краху, скорее всего, подползет, они сами об этом говорят, вот, мы свои, свои звезду видим, звезду знаем, куда она находится, знаем, карфаген в памперсах уже давно, в нем там уже все выплескивается, причем он сам об этом говорит, мы уже можем даже и не напоминать, они сами об этом говорят, а вот, все, в общем, идет по плану, плану 500 лет он осуществляется, все идет нормально. Ты знаешь, я ведь тоже сейчас понимаю, что вот эта вот шапка закидательства, а, вперед, вперед, Россию толкали, знаешь, здесь вот на Западе везде писали, что сейчас Россия за три дня быстрее-быстрее все возьмет, давай-давай, знаешь, я так понимаю, что никуда особо не торопилась, понимаешь, как-то. Вроде как, знаешь, замах такой был, а сейчас я как это, а потом раз и бросил, да? Помнишь, как вот это, как с собакой играешься, и тогда бывает, что вот ты показываешь, и что ты туда бросаешь, собака уже рванула, а ты такая раз и то бросил, понимаешь, возле себя. Ей приходится там поворачиваться и, в общем, теряет энергию, поэтому, ну, посмотрим. Даня, а вот эта вот французская, ее, по-моему, у него там статья называлась «Как нам вывести из украинской трясины?» Ну, трясин он назвал, он был интеллигент. Ну, вот, только нюанс. Они попали в эту трясину. А если бы мы взяли все, это была бы наша трясина. Да? Такая тебя пришла, да? Вас толкали именно на... И сейчас то же самое, сейчас эти украинцев толкают для того, чтобы вы таки забрали ее, понимаешь, идите уже, убейтесь об Россию, понимаешь, об ту стену. Пусть они вас забирают, и уже это будет проблема, не наш. Но я вижу, что все-таки Россия и Россия как раз в этом ей выгодно затягивать. Затягивать этот конфликт как можно дольше. Да. А простые украинские военные думают, что они всех побеждают. Не, ну... А здесь совсем другой расклад. Они играют в Чапаева, Европа играет в шахматы, а дядя Вова со всем уважением играет. Ну, они там... Нет, понимаешь, они там вот, честно, Леш, я смотрю так со стороны, они там вот на поле боя, да, они по чесноку дерутся. Вот по чесноку, по-взрослому. И те стоят до конца, и геройства полно, понимаешь, и с одной, и с другой стороны. И, ну, прям вот, знаешь, смотришь, когда... И они же все русскоязычные там воюют. Они все, они русские там воюют, понимаешь? Вот то, что называется украинством, оно все уже либо здесь, либо в Галиции где-то торчит, понимаешь? А вот там воюют русские, и по чесноку воюют, и красиво воюют, понимаешь? И вот прям бывают такие... Нельзя это сказать, что ты прям смотришь с удовольствием. Но если вот кто-то... Есть же эстеты, да, военные? Ну, они, они вот, я с ними общалась, я вообще эти вещи не смотрю, это не мое, боже, упаси, у меня кровь с глаз, понимаешь? Это не мое. А вот те люди, которые именно вот, ну, служили, которые понимают, да, вот немножко хавают в этих делах, они смотрят на это, говорят, блин, Тань, воюют по-честному, прям вот, знаешь, после того, как закончится война, могут выйти и пожать друг другу руки, потому что ни тот, ни тот не убегал, ни тот, ни тот, ни за кого не прятался, понимаешь? Не пускали вперед, как говорится, гражданских, нет. Это было, но было со стороны нациков, нациков не любят и та, и та сторона, понимаешь? Ну вот, поэтому, в принципе, они могут и, скажем так, пожать друг другу руки, не стесняясь, понимаешь? Самая грустная вся эта история, что британцам-то удалось. Да. И все удалось. Жутко, конечно. Вот как в свое время говорили, что да, они будут накачивать Украину против России, потому что украинцы это единственные, кто могут, могут, в общем-то, биться. То есть, те и другие русские. Почему мне кажется, что как сейчас, до вас уже дойдет, что Запад для вас враг капец-капец какой, и что любые договора, которые вы заключаете с Западом, это должны быть договора, подписанные кровью, а не верить на слово, как с НАТО и прочими, да, вещами. Вот, то есть, и вообще держать вот все время, ну, на расстоянии, везде, никаких близко даже, ну, нельзя как коммуницироваться с этим, с Европой. Ну, нет, она враг. Вот как вы сейчас закроете эту проблему, во-первых, дойдет до всех, вы как-то это пропишите документально, да, вы как-то это все, ну, все это, потому что после Второй мировой войны почему-то это не произошло, понимаешь, очень быстро забыли и очень быстро начали дружиться, понимаешь, вот, а сейчас, мне кажется, так не будет. И до украинцев, наконец-то, дойдет, что их использовали, понимаешь, вот так уничтожать, их еще ни разу не уничтожали, даже во время Второй мировой, понимаешь, вот такой геноцид им еще ни разу не устраивали, понимаешь, потому что, как бы там ни было, но Россия всегда была, как бы, ну, на стороне Украины, она ее поддерживает, а сейчас уже и Россия не поддерживает. И эти, блин, понимаешь, вот, может, и до них уже дойдет. Ну, что-то, знаешь, есть ощущение, что все-таки евреи им отомстили за все те холокосты, все погромы, которые украинцы устраивали за последние, там, 300 лет, а украинцы неправильно вопрос другой. Да, если бы это украинцы, это как раз никакие не украинцы, это вот то, что называется галичансть, каличане, понимаешь, вот те вот, оттуда. Ой, ладно, все, не будем сейчас на ютубе, это, потому что еще, не дай бог, запайся. На ютубе это нельзя. Слышали здесь такая смешная история. Сижу, а здесь же у нас периодически звонят эти мошенники, в основном они все украинцы, не по Петровскам и откуда они. А вот они представляются следователями, там, не знаю, там, налоговыми инспекторами, там, еще кем-то. Ну, и народ там пишет всякие с ними стримы такие веселые. Ну, тут я сижу, звонят, два разговора было. Первые звонят, и я понимаю, да, что это жулики, а вот, иногда говорят, что вот с вашего там номера там были какие-то там транзакции, вы это делали, не делали. А вот, а я вспомнил, знаешь, эту фишку о том, что чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган. Чем больше я с ним буду разговаривать, тем меньше он обманет какую-нибудь бабушку. И мы с ним 20 минут. И так, и сяк, и потом уже под конец я его уже, чей Крым, он чей Крым наш, и так далее. Вот ты знаешь, вот, ну, бились там в кровь, в кровь. А вот, и под конец, значит, он сказал следующее. Он говорит, да чего вы там русские? Да мы, соответственно, мы же всю войну выиграли украинцы, нас же там погибло 17 миллионов. Мы с вами это обсуждали, нет? Нет. Нет? Я не рассказывал? Кому-то я рассказывал. Говорит, нас погибло 17 миллионов. Если бы не мы, немцы бы захватили бы там весь Советский Союз и так далее. Я думаю, блин, да вроде я помню, что 17 миллионов никак не может быть. Думаю, зайду я в эту, знаешь, хитрожопую Википедию, в которой, ну, как бы, личные люди туда не заходят, но все равно, как бы, послушаю вражеский голос, что они имеют по этому поводу сказать. Захожу, да, получается, что украинцев до 39-го года было 28 миллионов, значит, соответственно, когда присоединили Западную Украину, стало там 33 миллиона. А там же все есть. Вот в чем ужас Советского Союза для всех этих жуликов? А потому что Советский Союз это был план и учет. То есть там все-все учитывали. Кому сколько варежек дали, сколько человек там в детском садике, сколько родилось, сколько умерло. То есть там был сплошной учет. И поэтому там вся статистика есть. И там появляется информация о том, ну как там написано, что всего с 41-го по 45-й год на Украине было призвано в армию, то есть в Советскую Армию, 4,5 миллиона. По результатам войны, по окончанию войны мобилизовано было полтора миллиона. То есть как бы 3 миллиона где-то висит. Но потом нашел где-то, что из этих 3 миллионов где-то миллион с копейками это те, кто остался служить в армии, потому что были еще молодые, там служили по 5-7 лет, по-моему, 7 лет на флоте, что-то такое. А вот, то есть получается, что потери украинцев непосредственно, то что учтено непосредственно Советским Союзом, потому что это же и довольствие, и много еще чего, то есть где-то миллион 800 тех украинцев из 27. А вот дальше думаю, ну ладно, остальное все, наверное, погибли эти несчастные беженцы. А нет, оказывается, есть вся статистика, значит, эвакуированных было в общей сложности 4 800, там было написано, кстати, несколько разных цифр, ну в средней 4 800. Вот. То есть из этой 33 миллионов, соответственно, 4, ну грубо 5 миллионов было эвакуировано, и в общей сложности 4 миллиона было призвано, 4 с половиной было призвано. Но, там дело в том, что на, до, в 41 году было призвано миллион 200, а все остальное, это уже когда освобождали, там уже брали вот это все. А вот, я к чему? Потому что я эту информацию получил буквально в течение, не знаю, там 3 минут. Она не уникальна. Но человек искренне верит в то, что говорит, хотя даже этот вражеский ресурс, он все дает с точностью наоборот. И потом Украину прошли за 3 месяца, когда там было всех убивать. Вот. И там, знаешь, кстати, я читал какие-то воспоминания какого-то там офицера, они шли через украинское какое-то село, а он был командиром роты связистов или отделения связистов. То есть, у нее там девчонки все были. И вот они идут с этими рациями, с какими-то этими проводами, там еще что-то через село, такие уставшие после боя. Стоит такая, знаешь, гарна баба, рядом стоит парубок лет 18, тут же муж стоит лет там 40, и эта баба кричит им, правильно, значит, она по-украински, я не смогу это сказать, она говорит, правильно вы немцы одолбаете, вы, значит, сходите мою доню там из немецчины освободите. И какая-то девчонка говорит, а ваши-то что стоят здесь? Они-то что, не могут что ли? Ну, их там сдуло. Я просто к чему, к тому, что, понимаешь, опять все остается все то же самое. Опять мы пришли на Украину, опять все разбежались, я тебе рассказывал, у меня здесь работник один работал с Украиной, и когда вот начался от Одесса, ну, не Одесса, в Донецком все, нормальный парень, я говорю, слушай, это же ваша земля, что там, вы оттуда уехали? Ну, я же не военный, что я там буду воевать? Ну, военный воюет. Вот это вот отношение, оно, знаешь, как-то на грани, да. Ладно, а потом, знаешь, в последнее время вот они звонят, и я им начинаю задавать там, начинать там, я следователь там, Купкин. Я говорю, слава богу, всем звонили, всем звонили, а мне никто не позвонил, наконец-таки вы позвонили, большое вам спасибо. Сразу бросают трубку, этот принцип, чем больше выпьет комсомолец, тем меньше обманут бабушку. Надо его реализовывать. Ну, в общем-то, вот, в принципе, все. Я не знаю, что там еще такого произошло. Мошенники, мои знакомые из Молдавии, да, в Чехии разбили на 150 тысяч евро. Нифига себе, как же так? Ну, там сидят профессионалы, скажем так. Ну, естественно, че, 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 она, ну, гражданка Чехии, все, они там все, надо бы, значит, начинают искать, это самое, и я говорю, а ты можешь им сказать, что ты знаешь, где эти мошенники? Ты можешь сказать, ты можешь сказать, что ты, ну, естественно. Так они ее на русском или на чешском развели? Слушай, самое смешное, что она такая дебилка, что они ее разводили на русском. Блин, то есть следователи из Барселоны. Она гражданка, ну, она, слушай, она гражданка Молдовы. Но они же как, они же когда звонят, они же меняют номер телефона. Ну, да, 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 да. И ты как бы, тебе, ну, действительно, как будто звонит откуда-то там, ты потом проверяешь этот номер, да, реально посольство. Ей звонили с украинского посольства. Понимаешь? Типа ее нашли через украинское посольство. Какое ты гражданка Молдовы? Имеешь отношение к украинскому посольству? Они, видимо, просто не знали номера украинского посольства. Или что, я не знаю. Или, ну, какая-то, не знаю, может, в Чехии вообще его нет, украинского, это молдавского посольства. Я же не знаю. Понимаешь? И вот они, понимаешь, я вот когда первый раз позвонила, ну, тебя тогда не ёкнуло ничего? Нет, не тёкнуло, понимаешь? Пошли дальше. Всю жизнь баба пахала. Это, понимаешь, зарабатывала на квартиру. Пахивала так, что аж жопа была в мыле, понимаешь? И что? Да. Так что это не только россиян они кошмарят. Они не только россиян кошмарят. Они по Европе и везде-везде. Ну, это понятно. Так что европейцы нарыли себе ещё одну проблему. Они ещё не знают, что им повезло. Ну, ладно. Акен, что ещё? Какие там ещё были? Что ты считаешь, интересно? Да, в принципе, всё обсудили. Так-то, знаешь, на поверхности, что лежало. А так, ну чё, каждый чих обсуждать. Мы же с тобой стратегические планы обсуждаем. Да, да, они не меняются. А вот, по большому счёту, ничего такого не происходит. Честно говоря, вот эти две недели, ну, вот эти все, которые рассказывали все эти вещи. Ну, они такие, они не глобальные. Ничего не меняют. Всё идёт прям понакатанное. Даже неинтересно. Да. Ну, посмотрим. Единственное, что тенденция, которая действительно вот это, это объединение. Помнишь, мы с тобой говорили в самом начале, что когда это всё закончится, когда начнут писать статьи негативные в сторону Украины, да, когда им припомнят и нацизм, и прочее. Вот начинается это уже конкретно. Причём люди там между собой, в тиктоках они там постят, знаешь, какие-то такие вот вещи. То есть начинается уже прям конкретно наезд. Ну, и центральная пресса тоже нет-нет да выдаёт. Слушай, а ты знаешь ещё, что я хотел? Здесь у нас в последнее время такая дискуссия по России. О том, что у нас курс рубля сильно упал, и народ это обсуждает, там диверсия, там ещё чего-то. Ещё чего-то там, соответственно, Хазин там рассказывает у нас, что наобиуллины и силуанов это всё засланцы, вот, которые играют против страны и так далее. А вы знаете, я здесь хочу всё-таки вспомнить одну историю. У нас же все здесь россияне в основном смотрят, и они помнят кризис там 98-го года, дефолт, когда там, знаешь, у нас рубль-доллар стоил там что-то в районе 5 рублей, а потом раз, через два дня он стал стоить там 23 или 24. Я хочу сказать, что, я тоже все это пережили, и я хочу сказать, что у меня, например, в компании, вот когда, ну, до этого кризиса, у меня работники, ну, там девчонки молодые, знаешь, с не очень большими зарплатами, нормально абсолютно ездили отдыхать в Финляндии. Там у них были такое, знаешь, курортное место, там Сариселька, ну, я в Мурманск, и народ туда ездил, да все, здесь в Мурманск туда ездил, покататься на лыжах, знаешь, там, на Новый год и так далее. Это не считалось уникальным, каким-то уникальным поездкой. То есть курс рубля был настолько высокий, что съездить в Финляндии отдохнуть было, знаешь, там, на выходные, это не было каким-то, знаешь, там, серьезным путешествием. Народ просто туда ездил, чем-то прикупиться и вернуться на следующий день. Вот даже до такого, хотя это был, знаешь, такой крюк, там, 300 километров в одну сторону. Так вот, и как только произошел вот этот дефолт, и мы потеряли, знаешь, курс сразу, там, 24, резко у всех провисло благосостояние. Потому что на тот момент, это 98-й год, на тот момент в магазинах все было иностранное. То есть, не знаю, наверное, продукты питания процентов на 80 были. Там, Швеция, Финляндия, там, Прибалтика, Польша, там, что только не было. Аналогично мебельное все было, там, Италия, Франция, там, Чехия, там, не знаю, Швеция, все что угодно. И сразу это стало сумасшедше дорого. Народ, естественно, весь был на ушах, но благодаря вот этому дефолту, я потом разговаривал со многими, со многой кучей народа, и они говорили, что благодаря этому дефолту все начали заниматься, начали заниматься импортозамечением. У нас восстановилась, ну, как бы она с нуля поднялась, мебельная отрасль вся. И я когда читал, вот, народ там, знаешь, такие, ну, люди описывали свою, там, эту жизнь, бизнес и так далее. У всех именно толчком для того, чтобы заниматься производством внутри страны, был именно дефолт 98 года. Какой-то мужик, у него там здоровенная корпорация, они занимаются всякими, знаешь, этими салфетками, там, какими-то влажными, там, какими-то средствами гельняной и так далее, и так далее. И он там написал, большая корпорация с сумасшедшим теперь оборотом, они там, знаешь, уже конкурировали с Проктором Гэмбл, вот с этими большими, занимали какую-то приличную нишу. И он писал, что, говорит, перед этим мы торговали вот этими всеми средствами гигиены из Европы. А потом, когда 98-й год был долбанул, у нас есть поставщики, у нас есть потребители, мы знаем, где есть рынок, но никто и по этой цене не может ничего купить. И мы начали с салфеток, там, еще что-то, еще что-то. И потом постепенно покупали оборудование китайское, всякое разное. И потом они вышли на то, что дальше уже начали откусывать долю рынка для монстров практически мировых. И это к чему? К тому, что низкий уровень рубля, вот такой вот шоковый, он создает условия, нравится, не нравится, он создает условия для производства внутри страны. Я говорил уже, что американцы с китайцами всегда били, что китайцы всегда держали юан ниже, чем он был в реальности. Так вот, низкий уровень, низкая сейчас курс рубля, это сейчас удар по всем, кто занимается серым импортом, перекупами, и все, кто пытается сейчас торговать вот этим вот долларовым товаром. То есть, понятно, что на уровне правительства там есть всякие разные методы и решения для того, чтобы уйти от доллара, от евро и перейти на рупии, юан и так далее, но на низовом уровне, на бытовом, все равно все перекупы находятся в долларовой схеме. Вот для того, чтобы им обрезать вот эту куповину, и это будет благо для страны, потому что дефолт 98-го года показывает, что это абсолютно рабочая схема. Вот для того, чтобы отрезать им дорогой рубль, не дорогой, а дорогой доллар им может. Вот тогда начнут рушиться цепочки серого импорта и все, что с этим связано. Это надо пережить, это где-то года 2-3, но к этому моменту, вот когда мы это переживем, я думаю, что впоследствии рубль будет уже дорожать, но мы порвем вот эти вот цепочки снабжения и привязки нашей серой экономики в долларов. По-другому, наверное, никак. Я думаю, что здесь вот этот план, он тоже имеет значение. Интересно было бы, конечно, узнать мнение Хазин, но до него хрен дозвонится. Ну, в общем-то, вот так. Хорошо. Спасибо тебе большое, Алексей. Да, мы прямо... Хорошо, хорошо посидели. Спасибо тебе большое. Да, но начало у нас было сложное, а с интернетом было бы вообще жопное. Да, ну что поделать. И у меня плохой интернет, и у Алексея нет-нет, да вылетает. А сегодня, мне кажется, соединилось. Мой плохой, твой плохой. И поэтому мы тут попсиховали. Да, но потом, смотри, мы сели на какую-то другую линию, да, перенапустились. Все то же самое. И дальше у нас летело. Хрен его знает, как не слонить этой системы. Ладно, Татьяна. Все, пока-пока. Победа будет за нами, враг не пройдет. Враг знает, что он не пройдет, поэтому ему ссыкотно. Да. Пока-пока. Пока.